Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейском портале Экзегет мы с вами сегодня рассмотрим несколько непонятных строков Священного Писания, которые повторяются каждую утреннюю Великим Постом. Вот на утренней, после Шестопсалмии, после Великой Екатеньи, когда в обычное время года поется «Бог Господь и явися нам», тем самым как бы вспоминается явление Господа в наш мир, спасительное пришествие Сына Божьего плоти, то Великим Постом в это время поется «Аллилуйя», и при этом диакон произносит такие слова «Отнощи утренний дух мой к Тебе, Боже, за ней свет повеления Твоя на земле». Ну это понятно, что «отнощи утренний дух мой к Тебе, Боже», то есть от самой ночи мы утренним нашим духом, то есть утренним – это значит, как утренняя звезда восходит и является светом, вот так просыпается утром наше сердце, чтобы восходить ко Господу, за ней свет повеления Твоей на земле, поскольку Твоя воля – свет на земле для нас грешных. Заповеди Божии – это свет, который просвещает нам мрак нашей жизни. Следующий стих произносится «Правде научитесь, живущие на земле». Это тоже понятно. То есть мы, люди, призваны обучиться правде, и в заповедях блаженств там тоже сказано «блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Следующий стих уже посложнее. «Зависть примет люди ненаказанные». Ну, если вникнуть в церковнославянский текст, там можно понять, что ненаказанные – это ненаученные люди. То есть люди, которые не научились духовным истинам, они легко подвергаются какой-то зависти и впадают в какие-то грехи. А вот следующий стих, он уже совершенно не входит ни в какие вроде бы рамки понимания, потому что там буквально мы слышим «приложи им зла Господи, приложи зла славным земли». Вот как же так? «Господь благ, Бог есть любовь». И вдруг мы молимся о том, чтобы Господь приложил зла, то есть умножил, призабирным сделал зло славных этого мира. Возникает такое вот недумение, о каком зле идет речь, и о чем здесь, в чем здесь вообще суть. А суть здесь такова. Здесь цитируется пророк Исаия, причем церковнославянский текст является калькой, то есть таким точным переводом септуагинты, древнегреческого текста перевода 70-ти толковников. И у каждого пророка его слова имеют два таких вот смысла. Один смысл – это такой вот непосредственный близкий, который может относиться к более близким таким событиям, связанным с израильским богоизбранным народом. А второй – более такой глубокий духовный смысл, который простирается уже к дальним временам, ко времени пришествия Господа Иисуса Христа, когда Спаситель уже основал Святую Церковь и открывает благо Царства Божия абсолютно всем людям. И вот буквально, если понимать эти строки, в приложении к тому времени, когда жил сам пророк Исаия, то речь идет о том, чтобы Господь наказал притесняющих Израиль людей. Действительно, со всех сторон Израиль окружали народы более могущественные. Это и египтяне, это и Ниневия, то есть Ассирийское царство, это и Вавилон, а потом Персидское царство. Они превосходили израильский народ в плане технического развития, в плане где-то даже культурных каких-то навыков. Но эти народы были языческими, не почитали истинного Бога, и они гордились самими собой. То есть они считались, как возвеличивали себя на земле и уничижали народ богоизбранный, который хранил истинную веру. И вот, исходя из этого, пророк и молится, чтобы Господь приложил некие бедствия к этим языческим народам, дабы они не стояли на путях народа богоизбранного. И надо сказать, что впоследствии так и получилось, что и египтяне, и Ассирийское царство, и Вавилон, и Медийское, Персидское царство, потом и греки, конечно, захватывали Иудею, Эллинское было господство, потом и Римское было господство, но так или иначе все они отходили, отступали, проигрывали. И в конечном итоге богоизбранный народ, он все-таки сохранился до времени пришествия Христа. Но таков только вот первый внешний смысл. Если же брать более глубокий внутренний смысл этих слов, то он значит буквально следующее. Вообще вот понятие зла в Священном Писании, оно носит в себе два таких содержания. Самое первое понимание зла, оно созвучно будет слову злодеяния, зложелательства. То есть это богоборчество, это тот грех, который совершил падший Деница, и в который уклоняется каждый гордый человек. И, конечно же, вот между светом и тьмой нет ничего общего, и, конечно же, мы не можем, и церковь не может молиться Господу о умножении вот этого зла на земле. А вот во втором смысле, и второй смысл, надо сказать, он чаще простыми людьми вспоминается, это когда зло понимается как злоключение, как жизненные неприятности, скорби, бедствия. Вот те бедствия, которые, допустим, обрушились на голову праведного Иова, когда у него погибли дети, когда у него все имущество было разорено, все стада у него угнали, и, собственно, здоровье он потерял. Вот обычно-то люди как раз и понимают на своем таком вот жизненном уровне, что зло – это жизненные скорби и неприятности. И в таком контексте действительно в Священном Писании тоже встречается понятие зла. Допустим, вот у пророка Иеремии от лица самого Господа говорится, что «я навел все это зло на Израиль за то, что он повернулся ко мне спиной». А какое зло? Это то, что город Иерусалим был разрушен, захвачены главные святыни, и храм Соломонов разорен, а народ выведен и переселен в Вавилон. Так что уже на реках Вавилонских, да, там и седохом, и плакахом, вот как в известном псалме мы тоже не так давно воспевали. То есть это тоже понимается как зло, обрушившееся на голову людей, то есть злоключение, бедствие. И тут мы видим удивительную такую уникальную истину, что зачастую люди приходят в себя и начинают каяться в грехах, когда в их жизни случается злоключение. А если у тебя злоключения нет, то ты очень быстро забываешь про Бога. В одной из древних церковных книг, пролог, рассказывается история про каменосечца Евлогия, который отличался удивительной добротой, милосердием. Он каждый день трудился на каменоломне, очень тяжелая это была работа, и свой небольшой заработок он делил с бедными людьми. Каждый день он давал кому-то милостыню, кому-то что-то покупал, проявлял заботу о старых, о неимущих, больных. И его жизнь видел один старец, и вот этому старцу пришла такая мысль в голову, что если бы Евлогий стал богатым человеком, то есть вот он постоянно терпит какие-то сейчас скорби, у него маленький заработок, при этом он помогает. А вот если бы он стал богатым, ему были бы даны благо земли, то скольким людям он смог бы помочь? И вот старец помолился Господу, чтобы Господь не спасал этому Евлогию богатства. На следующий день, когда Евлогий приходит в свою каменоломню, он ударил киркой по камням и вдруг неожиданно увидел там пещеру, а в ней золото. И как только Евлогий увидел это золото, в его душе вдруг сразу же что-то изменилось. Он подумал, так, это золото может мне пригодиться. И вот забыто уже все милосердие, все бедные, он тщательно собирает эти золотые слитки, оставляет свою бедную работу, едет в столицу империи Константинополь, где покупает себе хороший дом, устраивается на лучшую работу, и потихоньку он даже стал одним из вельмуж, приближенных к императору. Но при этом по душе своей он оказался теперь чрезвычайно жестоким человеком. И никому он уже не помогал и не подавал даже той малой милостыни, которую подавал когда-то. И когда об этом узнал старец, помолившись о нем, то он пришел просто в какой-то ужас. Я же погубил душу этого человека. Я молился о том, чтобы ему были даны благо земли для пользы людей, а он погубил самого себя. И вот оказывается, что не всегда можно молиться о богатстве, не всегда можно молиться о жизненном счастье, а молиться нужно о том, чтобы исполнилась воля Божия. И оказывается, и вот это именно великим постом открывается нам такая истина, что жизненное благополучие зачастую может погубить нашу вечную бессмертную душу, тогда как земные скорби способны, наоборот, душу нашу пробуждать. Вот из этой истории с Евлогием старец все-таки стал уже молиться о вразумлении Евлоги, и действительно на него обрушились скорби, так что он лишился всех своих вот этих средств денежных, вернулся в свою деревню и принялся также ходить в каменоломню, уже зарабатывал тоже какие-то копейки, но и сердце его опять пробудилось, он опять стал помогать бедным людям. А смысл здесь таков, что на земле очень многие люди, они достигли вот какого-то положения, какой-то мирской славы. Они стали славными земли, славными мира сего, и души их гибнут. И вот великим постом мы молимся о том, чтобы Господь пробудил и их души. А пробудил как? Послав им те или иные жизненные скорби. Вот как толкуют эти строки «Приложи им зла Господи, приложи зла славным земли». Толкует это равнопостольный Николай Японский, который как раз переводил богослужение на японский язык, и он тоже сталкивался с этой проблемой. Он говорит, что здесь речь идет о неспослании гордым людям промыслительного наказания Божия. Вот Господь какие-то скорби пошлет гордым, и они смирятся. А когда они начнут смиряться, то тогда и сердце их станет пробуждаться, и их бессмертная душа может спастись. Вот помните, в Евангелии есть притча о бесплодной смоковнице, которая уже третий год не приносила плода, и хозяин вот этого сада думал уже ее вырубить, но виноград, тот, кто непосредственно следил за этим садом, он попросил оставить еще на третий год, и он говорит так, что «ты подожди, я вот ее окопаю и обложу навозом. Вот может быть в это третье лето эта смоковница принесет плод». И на самом деле это вот притча про всех нас. Когда мы не приносим плода, то Господь и обкладывает нас навозом, то есть какими-то жизненными неприятностями. Да, это бывает трудно принять, это бывает очень так вот нетерпимо, но именно это и спасает наши души. Это какие-то жизненные злоключения, какие-то утраты, увольнения, болезни, какие-то неожиданно вдруг потери близкого человека и все что угодно, но это то, что очень тяжело понести, однако именно в такой ситуации вмиг улетает вся гордость. Тут же вся наша вот эта вот мирская слава сходит и исчезает, как будто ее и не было, и душа вдруг начинает пробуждаться, и мы начинаем теплым сердцем молиться ко Господу. Вот именно об этом, пусть это звучит, конечно же, очень так вот строго, об этом мы и молимся великим постом, когда говорим, «Приложи им зла Господи, приложи зла славным земли». То есть есть еще очень много людей, которые погрязли в этой мирской славе, которые укореняются в своей гордыне, но если Господь прикоснется этих людей своим промыслом, прикоснется какими-то страданиями и скорбями, то и эти люди, смирившись, могут спастись. Вот что значит эти слова, произносимые на утренне великим постом. Храни всех Господь!